Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сейчас технический выпуск. Как обычно, у нас сломался Виндлас. Причем, если раньше поломки были связаны с электромотором, сейчас я вообще не понимаю, что... Ну что, давайте посмотрим, что, собственно, случилось. Меня этот Виндлас уже немножечко задолбал. Но, тем не менее, допустим, купить новый Виндлас – это достаточно дорогая покупка. Это 1800 евро стоит здесь на Мартиник. Поэтому за такие деньги будем его чинить. Так, что оно нам рассказывает и показывает. Берем и начинаем поднимать. Вниз он идет хорошо, а наверх... То есть что-то где-то у нас проскальзывает. В общем, разбираем, смотрим. Так, надо открутить вот эти вот болты, чтобы снять вот этот барабан. Так, мы эту штуку просто здесь так отворачиваем. И нам нужно открутить вот эти два болта. А вот, кстати, идет дождь. Просто он проходит сейчас немножко мимо нас. Короче, продолжаем. Есть тут один у нас важный момент. Вот вы видите, у нас превентер там стоит. Сейчас надо будет вот эту вот цепь отпустить так, чтобы она повысила на превентере. Так, вот с барабана я уже снял. И, собственно, вот вы видите, как провисла цепь. То есть мы стоим сейчас на веревках, которые заведены вот здесь вот на утку. Вот они. Так, барабан снимаем. И я так понимаю, что вот эта, собственно, штука, вот она в редукторе, возможно, проскальзывать. Сейчас посмотрим. Ну, здесь, в принципе, все красиво. Единственное, что где может проскальзывать, это вот этот вот барабан, допустим, плохо прижиматься. И оно может прокручиваться внутри вот, собственно, вот этих штук. То есть вот это вот, если ее вынуть, скажем, вот эту вот штуку, то есть она прижимает с двух сторон вот этот барабан. И это единственное, что может проскальзывать, если это ничего серьезного, там, допустим, внутри редуктора. Как это проверить? Так, берем. То есть, грубо говоря, он даже не крутит вот эту ось. То есть, скорее всего, проблема внутри редуктора, либо же, либо же вот мотор точно крутится. Может быть такое, что слизала шлиц. И я на это надеюсь, потому что редуктор чинить, это, конечно, полная говнина. Едем в нору. Мое любимое. Так, вот мотор. Здесь вот эти вот болтики. Блин, как тут удобно это все. Короче, вот этот размытый, не могу сделать дальше. Вот его еще надо открутить. Тут так удобно. Тебе как раз я смотрю по размеру, Гат. Ну, ну, вот буквально на грани, знаешь. Чуть-чуть больше по размеру. А ты пригнись, давай проверим. Да нет, я куда залажу, я уже знаю. Так, все. Теперь смотри, как мы это делаем. Внимание. Ага, мы сюда смотрим. Да. Я не уверена. Итак, вот этот вот шпилька, вот эта вот. Она есть на месте, и ее не слизало. То есть сейчас я, конечно, запущу мотор и проверю, чтобы он работал. Но я уверен, что он работает. Поэтому есть подозрение на этот сраный редуктор, блин. Ну, сейчас я его тоже сниму. Единственное, с ним, конечно, придется нормально повозиться. Потому что там очень длинные и неудобные болты. Поэтому придется, вот как Дина сказала, залазить туда именно конкретно с головой. А вот это то, что так плохо выглядит, это ничего страшного. А, ну это все, ему уже это начало конца. То есть надо будет скоро уже придумывать что-то с якорной лепеткой. Ну вот, как всегда. Так, вот я снял редуктор. Вот он. Ну, внешне понятно, он там будет все окей. Теперь следующее действие. Беру ключик на 10. И раскручиваю, чтобы посмотреть, что же у него там внутри. Кроме масла, еще осталось живого. Так, откручиваем руками, чтобы не испортить гаечный ключ. Так, такие болтики. Четыре штучки. Зараза. Так, вот, четыре болтика откручены. Блин, надо еще сейчас отсюда слить масло. Ну, какое-то оно по цвету здесь мне не очень нравится. Какое-то желтое, непрозрачное. Может, вода попала просто. Куча стружки. Я так понимаю, что вот это вот то, что льется, вот такое золотое, это как раз вот та вот шестерня. Да, вот оно видно. Сейчас попробую как-то сделать так, чтобы оно было. Вот видите, вот тут есть просто сточенные зубы. Увы, шестерня под заменой. Блин, вот мне сейчас ремонт, конечно, тут вообще не упирается. Так, я подключил мотор к этому редуктору открытому. Проверяем. Там внутри вот это такая червячная передача, вот шестеренка. Вон она крутится, это видно. А вот эту вот шестерню, она не крутит. К сожалению. Ну, что ж, снимаем и в ремонт. Итак, вот такую штуку вот я купил. Это люмар мотор. Я надеюсь, он подойдет, потому что, ну, во всяком случае, все крепежные места, все посадочные места подходили. За вот эту штуку я заплатил 500 евро. Сволочь алчная. Так, сейчас со старого мотора я снимаю вот здесь полностью все контакты. и надо будет прикрутить их вот сюда на новый мотор и заодно проверить работоспособность. Ну, мне проверяли его в этом магазине, ну, посмотрим. Ну, вот так вот провода сюда прикручиваются, приобретает она уже все законченный вид. Сейчас надо будет ее просто одеть на болты, те штатные, которые торчат вот отсюда, вот изнутри. Так, вот здесь вот болтики. Они вроде встали на штатные места. Надо будет сейчас чуть-чуть прихватить и проверить, насколько вот он работает. Так, установлен. Теперь берем и проверяем. И так тихо работает. Короче, нравится. Прикручиваю полностью обратно. Так, к следующим пунктам мы подключаем. Вот это провода висят. Это сенсор. Сенсор, ну, датчик, счетчик, отцепи. И от него вторые провода. Вот там вот они серенькие такие. Короче. А подключать мы будем уже вот такими, вы знаете, эти мои любимые способы подключения. Короче, я это все сейчас соберу, потому что здесь будет с камерой не очень удобно. Вот эти вот проводочки тоненькие, датчики подключены. Теперь берем, ну и, собственно, это все проверяем. И так, подъем вверх. Нет, это вниз было. Ну, не важно. Вот это вниз. Есть. Это вверх. Так, все, работает. А теперь все всадим на хомуты, потому что все должно быть красиво собрано и красиво упаковано. Теперь берем цепь и надеваем ее на штатное место. Так, это есть. И маленькая крышечка ставится на свое место. Все, лебедка работает. Еще раз проверяем. Ага. Вот, вы видите, я нажимаю down, и мы цепь выматываем. То есть, перепутаны все-таки контакты местами. Ну, это очень легко исправить. Сейчас исправлю, просто его перекручу синий с коричневым, там внизу на моторе. Итак, перекручено. Вынимаем. Так, down. Есть, падает. Up. Под нагрузочкой вообще идеально. Быстро-быстро идет. Отлично. Все. Оставляем. Ну вот, друзья, Windows мы в очередной раз починили. Хоть он нас уже и достал, но я надеюсь, что поменял вот это вот все в сборе. И оно теперь у нас выглядит надежно. Я надеюсь, какое-то время полоскать мозги нам это не будет. Итак, проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Нажат ли колокольчик. Извините, устал уже под вечер, занимаясь целый день этим всем. И ставьте лайки, пишите комменты. До встречи в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok